Привет! Пока не кончился сезон арбузов, мы продолжаем с ними экспериментировать. В прошлом видео я показывала, как арбуз можно засолить, а сегодня мы приготовим из арбуза настоящий салат. Вот так он выглядит. Он очень необычный и безумно вкусный. Для салата нам понадобятся сухарики. Мы приготовим их сами в духовке. Просто берем обычный бородинский хлеб, срезаем с него корочки и нарезаем на небольшие кубики. Кубики должны быть не очень большими для того, чтобы сухарики остались мягкими внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Перекладываем нарезанный хлеб в небольшое глубокое блюдо, так, чтобы все сухарики будущие, сухарики туда поместились. Затем добавляем немного соли. У меня соль была морская. К сухарикам также можно добавить один зубчик чеснока. Чеснок можно взять свежий или сушеный, как вам больше нравится. И затем наливаем к сухарикам растительное масло. Масло может быть любое, подсолнечное, оливковое, кунжутное, какое вам больше нравится. Поливаем сухарики маслом и хорошенько перемешиваем, так, чтобы каждый кусочек хлеба был покрыт маслом. Теперь берем противень, застилаем его бумагой для выпечки и высыпаем наши сухарики. Убираем в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 10 минут. Точное время приготовления зависит от мощности вашей духовки и от размера кусочков. Пока сухарики у нас готовятся, мы займемся другими ингредиентами для салата. Нам понадобится красный лук. Его нужно нарезать на небольшие полукольца. Для этого салата нужен именно красный лук. Желательно, конечно, чтобы он был сладкий. И ни в коем случае не заменяйте его на репчатый. Нарезанный лук перекладываем в небольшое блюдо и поливаем лимонным соком. Можно взять готовый лимонный сок, но я просто разрезала лимон пополам и использовала одну половинку. Чтобы сок из лимона лучше выжимался, положите лимон в микроволновку примерно на 30 секунд. Перемешиваем лук и оставляем помариноваться примерно на 5-10 минут. А пока нарежем арбуз. У меня арбуза было много, и мы предварительно нарезали его вот на такие продолговатые кусочки. Для того, чтобы удобно было есть. Поэтому я просто срезала с этих кусочков корочку и нарезала мякоть на кубики. В общем-то, нам нужно порезать арбуз просто на произвольные, удобные кусочки. Какие вам больше нравятся. Кстати, этот арбуз у нас был очень сладкий, очень вкусный. Все ингредиенты для салата готовы, теперь нам нужно его собрать. Берем красивое блюдо и высыпаем в него наш маринованный лук. Затем добавляем арбуз и хорошенько перемешиваем. Посыпаем салат солью. Лучше взять черную четверговую соль, но можно и обычную. И добавляем сухарики. Сухарики лучше добавлять порционно. Если вы не собираетесь есть салат сразу, то сухарики могут размякнуть. Кажется, кто-то украл у меня инжир. Кстати, да, я еще добавила в салат инжир, но это было просто в качестве украшения. Не обязательно покупать инжир, можно украсить салат любыми свежими ягодами. Или вообще оставить просто так. Мне кажется, он и так довольно красивый и невероятно вкусный. Приятного аппетита!